Из-за огромной конкуренции корейские звезды стараются улучшить свою внешность любой ценой. Некоторым это помогает сохранить красоту и молодость. Но есть артисты, которые разрушили сами себя и свою карьеру. Некогда популярные и любимые, теперь они не похожи сами на себя. Сегодня я расскажу вам о корейских айдалах, которые реально переборщили с пластикой и ботоксом. И начну я с актрисы, которая когда-то считалась одной из самых красивых девушек корейского шоу-бизнеса. Зрители любили каждый ее образ в дорамах, а одно ее участие в съемках гарантировало высокие рейтинги. Но недавно внешний вид Пак Миньон шокировал всех, поскольку он стал подозрительно неестественным. Поначалу фанаты предположили, что это последствия ее предыдущих вмешательств. Ведь менять свою внешность она еще начала, будучи школьницей. Затем решили, что во всем виноваты диеты, но на самом деле все, конечно, гораздо глубже. Мама будущей актрисы разрешила сделать дочери двойное веко, еще когда та училась в средней школе. Но одними веками не обошлось. Следом за ними Пак Миньон изменила форму носа. Однако фанаты, разглядывая снимки артистки до и после, сошлись во мнении, что процедур было гораздо больше двух вышеупомянутых. Раньше все это смотрелось вполне правдоподобно. Но после выхода драмы «Любовь по контракту» актриса не сумела избежать негативной реакции. Зрители были шокированы странно очерченными скулами и линией подбородка. Желая исправить впечатление, Пак Миньон разместила в социальной сети новое фото. Но это только наделало еще больше шума. В результате артистке пришлось удалить эту фотографию. Следующую актрису я лично очень люблю. Мне нравятся ее образы в сериалах и тот позитив, который несут ее героини. Однако в последнее время, к сожалению, внешность Хванбура стала все сильнее отличаться от естественной. Кстати, она недавно вышла замуж и, как мне кажется, сделала хорошую партию. Ее муж-продюсер, режиссер и сын известного актера Ким Йонгона. Пока увлечения актрисы косметическими процедурами воспринимаются положительно. Возможно, потому что она вообще их не скрывает. Хванбура в основном играет в тростепенных героинь. Но ее образы, всегда смелые и незаурядные, запоминаются зрителю. Однако в одной из свежих дарам уже сложнее признать знакомые черты. Актриса не скрывает о том, что следит за своей кожей и прибегает к услугам специалистов. Например, она может напрямую спросить у своих фанатов, не пора ли ей добавить ботокса, чтобы убрать морщинки на лбу. А буквально неделю назад Хванбура показала свой отдых в спа. После этого фанаты признали, что ее лицо заметно засияло. А вот о том, что внешность актрисы изрядно изменилась со времен ее дебюта, все предпочитают деликатно умалчивать. Еще одна знаменитая актриса свежей фотографии, которую постоянно сравнивают с ее детскими и юношескими снимками, это Юин На. Она тоже всегда была примером для подражания. Но теперь, на мой взгляд, с каждым новым проектом ботокса становится все больше. Он стал заметным еще в дарами достижения искренности. И фанаты выражают беспокойство, что впоследствии актриса пойдет по пути своей коллеги Пак Миньон. Для того, чтобы попасть в профессию, а позже утвердиться в ней, Юина подправила нос, сделала популярное в Корее двойное веко, а также решилась на довольно рискованное и болезненное изменение контура подбородка. Это отлично видно, если сравнивать ее школьные фото с теми, которые появляются в сети сейчас. В детстве актриса занималась легкой атлетикой и поэтому поддерживает спортивную форму и сейчас. А вот что касается лица, Юина отрицает любые процедуры, утверждая, что ее кожа сияет благодаря хорошему сну, употреблению орехов, коричневого риса и большого количества воды. Когда вышла дарама «Призрачный доктор», скажу честно, мне пришлось изучить ее каст, потому что я никак не могла узнать актрису, которая сыграла главную роль. Меня удивило, что это была Юи, но потом я поискала информацию и оказалось, что девушка изменила свою внешность еще в 2016 году, чем тогда очень сильно шокировала своих фанатов. На актрису тогда обрушилась волна негодования в сети. И пользователей можно понять, потому что Юи стала мало походить на саму себя. Любители дарам запомнили Ким Юджин по «Королеве Сондог», «Братья Моджакё», сериалу «Ты прекрасен», а меломаны по клипам и выступлениям. Но в 2016-м карьера актрисы и певицы оказалась под угрозой, а виной всему оказалось стремление девушки стать еще красивее. Безусловно, ей это удалось, однако поддержки фанатов Юи не нашла. В то время единственным человеком, который ее защитил и поддержал, была сестра. Она разместила в интернете фото и доказала, что Ким Юджин красивая с детства и существенного в семье ничего не поменяла. Однако прошло время, и актриса, по всей вероятности, все-таки чересчур увлеклась косметическими процедурами. Следующая актриса – большая модница. Именно в ее гардеробе можно отыскать самые свежие новинки от мировых дизайнеров. Она может ждать понравившуюся сумку целый год. На экране Пак Джунг Им тоже всегда выглядит стильно, а образы богатых злых свекрови ей идут больше всего. Чтобы соответствовать своим нарядам и в кадре, и за кадром, актриса тщательно следит за своим лицом и фигурой. В одном из интервью она рассказала, как это делает. Из зарубежных зрителей мало кто знает, что у актрисы есть очень популярный ютуб-канал, где она может давать советы в частности и по поводу внешности. Один из таких роликов и привлек внимание прессы. Интервью было на тему красоты. Актриса призналась, что у нее раньше была проблемная кожа, но благодаря дорогостоящим процедурам она привела ее в порядок и сейчас тратит баснословные суммы на поддержание молодости. Уход за кожей – это судьба, которую женщина должна нести до последнего дня, считает Пак Джунгым. Но кроме ухода за лицом, артистка также строго следит и за рационом. Ест она всего один раз в день. Когда-то эту актрису называли первой любовью, потому что в ее юных героинь просто невозможно было не влюбиться. И дорамы, в которых появлялась юн Ин Хе, моментально становились популярными. У нее была милая и наивная внешность, которая наряду с очаровательной манерой игры сделала ее одной из самых востребованных актрис того времени. Но чрезмерное увлечение пластикой и ботоксом разрушило все. Это повлияло не только на ее внешность, но и профессиональные навыки. Все началось в 2009 году, когда игра юн Хе в дораме «Моя прекрасная леди» была названа неестественной. После этого последовали проекты, которые не привлекли внимания зрителей. В результате актрисе пришлось переехать в Китай. В этот период артистка неожиданно продемонстрировала талант в сфере моды. Поначалу все было хорошо, но вскоре из популярного дизайнера одежды юн Хе превратилась в одну из самых ненавистных актрис Кореи. Все дело в том, что один из корейских модельеров обвинил ее в плагиате. Доказательств никаких не было. Актрисе удалось вернуться в 2017 на экраны. Но внимания и любовь аудитории она вернуть так и не смогла. В том числе и из-за неестественной внешности, которую испортили многочисленные вмешательства. Иногда красивое лицо может означать 90% успеха в корейском шоу-бизнесе. Это, а еще короткий период пребывания на пике популярности и нереально высокая конкуренция заставляют некоторых артистов идти на самые крайние меры. Напишите в комментариях, какая из сегодняшних трансформаций вас шокировала больше всего. И смотрите другие мои видео на тему корейского шоу-бизнеса.